Греет. Он здесь, здесь. А он здесь? Нет, ну не у нас, а вообще. А, ну понятно. Добрый день, уважаемые друзья. Я хочу вам напомнить. Значит, я, у меня было здесь одно выступление, и оно было обозначено как наука о том, что такое человек. То есть в последнее время наука достигла таких интересных выводов, которые раньше не было. Но началось это все с 1973 года. В 1973 году Бенджамин Либет, биолог, на простых часах и бегающей точки доказал, что человек это нечто, форма, которая получает информацию за 0,5 секунды и четко ее исполняет. Это было полностью отвергнуто наукой, и только в 2014 году были сделаны дополнительные исследования на очень серьезном оборудовании, как мы считаем. Причем самое интересное, что на одном и том же оборудовании могли быть получены разные результаты. Значит, что я хочу сказать. Я сейчас буду говорить. Моя тема «21 век начала. Новый подход науки и философии к миру в целом и в том, что такое человек сегодня». Эта тема для меня очень важна, потому что начала я с ней заниматься в 1984 году. То есть у меня появились некоторые возможности. Да, у меня была клиническая смерть, но я считаю, что это не обязательно. У меня появились некоторые возможности. Я работала преподавателем математики в школе, и затем из-за состояния здоровья я перехожу работать в институт физики. В результате, через 14 лет где-то я становлюсь начальником отдела охраны труда крупнейшего института, в котором руководителем был Прохоров. И вот Прохоров, видя мои возможности, они ко мне все хорошо очень относились. Я к ним тоже ученым. Через некоторое время, правда, я поняла, что они такие же люди, как и мы все. Вот, но тем не менее. И он на 4 года послал меня обучаться на психолога-психотерапевта. Причем я свою работу выполняла в течение одного дня в неделю, и 5 дней я училась с отрывом от производства. Это был 1984 год. То есть тогда еще психологии не было. И в силу того, что нам очень мало платили, и с большим перерывом я приняла участие, меня пригласили как психолога в академическую клинику Академии наук. И я работала при главном враче, как отвечающий за состояние связи между руководителями лаборатории и, соответственно, как называют, отделов. То есть у меня появилась достаточно интересная практика, в результате чего я заинтересовалась, у меня появилась тема, что такое человек. На прошлом выступлении я рассказывала вам и приводила картинку, где на приборах четко доказана наука. То есть это вариант науки, что человек – это определенная биомасса, если через биологию. Либо, если мы говорим через Саибапа, которого я представлю только очень коротко в конце. Я так поняла, после выступления Александра Ивановича, на котором я присутствовала, у меня ручка сама написала, в каком направлении работать. Вот я этого буду придерживаться. Итак, 21 век начала – это новое представление, новый подход к науке и философии следующим образом. Что сегодня ничто нельзя воспринимать буквально. Главное – ничего не отвергать. Вот то, что Александр Иванович рассказывал сегодня, я получала очень большое удовольствие. Потому что у меня противоположное, но я знаю, что и то, и другое либо правильно, либо, может быть, вообще неправильно, и то, и другое. То есть вот подход сегодняшнего дня. Дальше. Это направление придерживается как науки, так и философии совершенно одинаково. Но надо помнить, что я говорю о новом времени, 21 век, начало. В 2010 году я неожиданно попадаю на конференцию, тема которой называется «Может ли человек мыслить?». То есть, по сути дела, ни одного представителя от России не было. Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты, Казахстан. И от России никого. То есть можно сказать, что вот ученые – это вот такие вот, каждый сам к себе человек может мыслить. И никак не иначе. Но то, что я там услышала, меня потрясло, потому что так я была однорусская. И, по сути дела, я легко вписываюсь в аудиторию. На мне провели опыты, которые показали нам всем неоднократно, что, по сути дела, ровно за 6 секунд каждый индивид, обозначенный словом «человек», получает информацию и четко исполняет. Я попрошу, пожалуйста, если что-то неинтересно, если у вас своя тема, уйдите. Потому что я сейчас получаю информацию на то, что я должна буду сделать в Индии. Меня интересует мое выступление определенным образом. Итак, смотрите, что получается дальше. Представление данного времени, а функционирование мира в целом в корне отличается от предыдущего века. Повторяю, данный подход – лишь вариант. Почему? Потому что то, что сегодня мы считаем очень глобальным для нас, это уже неоднократно повторялось в течение ста лет назад. Вот я вот специально сегодня слушала какую-то передачу, я выписала, что говорил Сократ. Случайность – неосознанная закономерность. И мы даже совершенно не представляем себе, что это действительно так. А вот почему, если мы перейдем от понятия, представления о себе, как о части... Сейчас я скажу, чтобы это понятно было, чтобы не обидеть, да? То есть мы – млекопитающие, согласны, да? То есть млекопитающие – это я когда веду семинары, там узкие очень семинары, да? Млекопитающие – это подвид зверя. Если вы возьмете сегодняшнюю биологию, то уже у ребенка просто написано, что мы – часть мира, относящаяся к подразряду зверя. То есть что такое звери? Это выживание и размножение. То есть на сегодняшний момент это так. И вот когда у меня ручка написала, так хочешь ты остаться вот в таком представлении, либо ты хочешь принять представление о себе, как о роботе, да? Я сказала, да хоть горшков назови. То есть, пожалуйста, только поменяй программу, кому это обращение было. Условно через философию это называется Бог. Но если мы будем говорить через науку, то в науке понятия Бог нет. Поэтому через науку мы можем говорить, что это природа, да? И тогда вот Нобелевский лауреат, вот в 2010 году, где он полностью ввел все это количество людей, там где-то нас было около 700 человек, в шоковое состояние. Он сказал, что, по сути дела, Бог с точки зрения биологии – это состояние среды. Причем он сказал, что сегодня не надо говорить, что Бог – это природа, да? Потому что, мы говорим, до сих пор прошло 40 лет с того момента, когда сделано открытие, что даже вот это все живое. Он постучал по столу. И мы до сих пор делим на живое и неживое. Если мы говорим о науке, я тот же бегу к своим, да, и говорю, дайте мне, пожалуйста, полное объяснение, почему вот это живое. Они говорят, ну ты же аналитик. Скажи, пожалуйста, с точки зрения науки, что такое живое. Я говорю, ну живое – это то, что излучает. И они мне дают прибор, и куда бы я ни направила, да, все оказывается, получается, с точки зрения науки, живое. Но так как мы живем в мире дуальности, то если я буду твердо утверждать, что этот мир живой, это будет что? Не соответствовать 21 веку начала. То есть я должна что сказать? Этот мир – единая живая система, частью которого является и человек. И в то же время тире сказать, что это есть что? Неживое состояние. Ну то есть биокомпьютер, с которым мы на сегодня потеряли связь. Это вот такой вот пример привели ученые. Почему? Потому что, ну не знаю, насколько вы знакомы глубоко, да, есть такой психиатр Грофф. Он окажется жив, ему сегодня вообще 75 лет. И вот Грофф, он сказал, что по сути дела, мы неисправные телевизоры всего-навсего. То есть люди 20 века слишком, он сказал его фраза, романтизированы по отношению к тому, что такое Бог и что такое человек. И вот если вы берете биолога, то что он сказал? Когда я понял, что то, что мы называем Богом, это среда, которую интересует только равновесие между кислородом и углекислым газом, я упал в обморок. И мы так все сразу замолчали, да? И он говорит, что по сути дела, этому началу, который мы называем Богом, ему совершенно все равно. Убиваем мы, насилуем, либо спасаем. Ему важно только равновесие между кислородом и углекислым газом. И потом все замолчали, да? А я сижу, у меня же диктофоны кругом стоят, да? И вдруг он говорит, но хочу я сказать на хорошем слове о столице. И он так сделал и сказал, генетиков, прошу меня не беспокоить. И уже передо мной стоял некий такой красавец, 74 года, который за стол не сядет, не помолившись. Он сказал, я, если вы знаете, что такое ученый, как человек, 74 года, американец, то я за стол не сяду, не помолившись. Благодарю Господи за питание там и за все остальное. И тем не менее, как ученый, я могу сказать, что я что, рассматриваю два состояния. То есть плюс и минус, если мы будем одного посмотреть, ни одна теория не будет верной. Я вообще-то сомневаюсь, что хоть одна теория верная. Итак, дальше, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что Путин в 2014 году на изучение, что такое человек, выделил достаточно большие деньги. Настолько, что вот я обращаюсь среди ученых, да, то есть очень долго не могли успокоиться ученые. Каждый считает, что его тема важная. Правда, я не знаю, как они будут выяснять, что такое человек, потому что это всего три прибора, посадят, шапочку оденут и покажут, что ты, прежде чем поднять руку, за шесть секунд уже зафиксирована пульсация на компьютере точки, что ты это сделал не самостоятельно. Ну, а дальше я не могу дойти, потому что самочувствие мое неважное. И, по сути дела, я благодарна Саше, что он, Александру Ивановичу, да, сегодня так, значит, мы, что он мне помогает осознать через выступление, что делать дальше. Итак, до сих пор есть несколько представлений о возможности человека. Первое, что человек может мыслить, что он царь природы, да. Второе, он не может мыслить. И третье, он может мыслить, но не всегда. Откуда появилось вот это вот все соображения? Да от того, что ни одно открытие не делается вот этим телом. Появляется мысль. Вот если вы помните Пушкина, да, я сегодня там пересадку делаю, это же психопат полнейший. То есть он мог писать, не он писать, ручку у него писал, он сам это говорил, что и тянется рука к перу, да. Психопат полнейший, который если не влюблялся и не стрелялся, он ничего не мог написать. Чем отличается человек, получающий информацию сегодня, чем вот я иду, да, я разговариваю, да, и в какой-то момент у меня возникает мысль. То есть никакого там голоса, который бы говорил. Нет, у меня просто возникает мысль. Вот у меня была мысль, когда я рассматривала вот это открытие ученых, может ли человек мыслить. У меня появилась тема «Аналитик» и «Аналитик». И вот она мне мешает, я ее записала. И вот один раз в моей жизни я смотрела исследование, в это время ручка писала и дала полное, как бы, объяснение вот этим двум фразам. Чем одно слово отличается от другого. Так, «Аналитик» — это форма, через которую идет программа, что он способен к мышлению, логике, сравнению. «Аналитик» — это состояние, которое полностью имеет представление о себе, согласно 21 века начала, что форма человек к мышлению, логике, сравнению не предназначена. Но если вы хотите, я могу сейчас прям хочется. Потому что я могу взять сейчас Сайбабу, да, и просто прочитать. Я не понимаю, что если вам не интересно, то у нас будет. Нет, и я могу просто прочитать вот Сайбабу сейчас. И на этом завершить. Вот просто я хочу вам показать вот такую картинку. Видите, это называется Капьё Лангина. Это написал один из ученых. Ой, это автоматическое письмо у него было. То есть сегодняшнее, то есть мне мой руководитель, моя академия, он сказал, что вот то, чем я занимаюсь, я нахожусь сейчас вот в этой точке. То есть моя задача — объединить философию и науку. То есть это не моя задача, оно само получается. И в результате мы приходим к состоянию, когда мы с поспами перейти на новое состояние, где у нас не будет боли и страданий. Это то, что сказал вот этот американец. Он сказал, что среда сейчас переходит в новый режим функционирования, и, соответственно, человек приходит тоже в этот режим. И так, значит, я хочу дальше что сказать. Важно что? Иметь неоднозначный подход. Поэтому если у человека есть мозг, то его может и не быть. Этот человек будет очень логичный, очень может нарожать даже двух детей с мозгами, и стать прекрасным бизнесменом, но в определенный момент, когда он разбивается, да, и выясняется, что у него нет мозга. То есть еще один подход. Мозг — это определенного рода индикатор, который просто нужен в момент существования человека, вот в том состоянии, в котором сегодня мы находимся. Один ученый сказал, что мы сегодня находимся в состоянии ребенка маленького, когда мы до конца не можем определить, да, о чем идет речь. Так вот, я сейчас просто о психологии сегодня скажу. Вот когда я вернулась в 15-м году из поездки, да, и выступала перед своими руководителями, которые меня учили в психологии, они сказали, мне сказала вот моя подруга теперешняя, да, она сказала, Олечка, мы учим не помогать сегодня, а защищаться, выживать в этом мире, да. И дальше была, есть фраза такая, европейский психиатр, он сказал так, сегодня воспитание добрых, отзывчивых, на чужую боль, это получил, мы, если мы будем это делать, то мы получим уродов, не способных выживать в данном мире. То есть жесткая, совершенная информация, я просто меня, я в принципе-то очень коммунистический человек. Я ребят воспитывала в духе коммунизма. И когда мне мой ребенок, один из учащихся, встретил меня и сказал, что, Георгий, а вы учили нас неправильно, вы учили нас помогать друг другу, а люди, вообще, я немножко сбилась, потому что закройте дверь, пожалуйста. В общем, короче, наша задача сегодня получить такую информацию, важно понять сам механизм функционирования этого мира. Вот мне нравится то, что сказано учеными Анненербе, помните, да, это немецкая лаборатория, они сказали, что нет никаких чудес, есть просто состояние, которое человек сегодня способа не имеет понять. И вот сегодня мы можем это сделать. Причем, если вот я сейчас закончу, тогда я все пропустила остальное, да, вот, значит, это не нужно. Единственное, что я хочу, что когда мы переходим вот к новому вот этому состоянию, то есть мы должны настолько неоднозначно принимать все, да, ничего не отвергая, и тогда сколько у меня осталось? Уже кончено. Совсем мало. Совсем мало, сейчас я закончу. Так вот, важно дать определение через слово-термин, что такое человек, что такое карма, душа, дух, духовность. Это я, это самое, переходя. И вот посмотрите, что написано, четыре выражения, ладно? Ну, говорите. Саи-баба, что сказал? Эль-лей. Между прочим, так, ладно. Так вот, как молятся они? Индусы, да? Молитва, смотрите, у них есть какая. Господи, когда наступят времена, замени любовь человеческую на любовь божественную. То есть, как это иначе сказать? Когда наступит возможность, замени мои малые возможности на твои большие. То есть, если бы можно было глупоко говорить, ведь мой курс, он 10 дней идет, да? Минимально. То есть, нам нужно что? Понять, что мы часть этого мира. И вот эту часть... Единая. Да, стать единым целым. То есть, единая неделимая целостность, причем не дуальность, как сейчас, а не двойственность, а два это. И чтобы не было возврата, чтобы это был тот человек, который, ну, кто знает гинекологию, и когда ребенок находится внутри, это сверхчеловек у матери. У него 95% ген. Но как только он выходит наружу, эти гены перестают работать, и вот эта среда сама подстраивает нас по отношению к себе. Вот смотрите. Значит, сейчас я вот прямо сейчас заканчиваю, да? Смотрите. Что сказал Сайбаба? Бог вами руководит. Сделай так, чтобы твое желание стало желанием Бога. Это потрясающе. То есть, если вот раскрыть то, что здесь написано, то есть, нужно действительно стать единым неделимым. Но это возможно только в том случае, если среда сформирует нас в том состоянии, в котором идет речь. Дальше следующее. Вот у меня. Дальше что написано? Смотрите, в Махабхарате что написано? Только помните, что Бог – это не дед, который сидит где-то. Бог – это среда вот эта, которая создает все, включая человека, единый организм. И да. И управляет всем, включая человека. Вот смотрите, что в Махабхарате написано. Сейчас, минуту. Все. Итак, Махабхарате, две минуты. Бог есть великая иллюзия. Послушайте, две минуты. Ну вот еще. Бог есть великая иллюзия, творимая самим человеком, способа, не имеющим прекратить отличие добра от зла. Читайте Махабхарату и Библию, получая необходимую информацию для перехода в иное состояние. Элли, это так утверждает точка. И в конце я вам хочу прочитать твою программу. Послушайте ее, пожалуйста. Вот этот мир, он всегда целостный. Это нам кажется, что мы разделены. Мы это единый мир. И вот новая программа читается так. Единая, неделимая, целостность, а два этапа, это не двойственность, точка. Или проще. Эластичность, гибкость, прочность, легкость. А дальше ручка пишет мне. Качество в формируемой форме человек. Вижу четко вблизи вдали, слышу четко вблизи вдали, считывая каждый свой последующий шаг, легко и свободно управляя считываемой информацией. Элли, это так утверждает точка. Добро пожаловать. Поехали поблагодарить. Вот, кстати, замечательная была беседа. Так что да. Да, дарим. Да, дарим. А теперь нам хочет три минуты.